Ни для кого, наверное, не секрет, что автомобильный туризм в Европе развит великолепно. В общем-то и караванер мы купили себе после того, как распробовали цивилизованный европейский отдых на колесах, когда есть возможность пользоваться комфортными условиями не только многочисленных и разнообразных кемпингов, но и удобными, благоустроенными зонами отдыха, которые в достаточном количестве расположились вдоль скрасных трасс. В России почему-то автотуризму госорганы совсем не уделяют внимания. Скажу больше, в регулируемом туризм в федеральном законе РФ вообще отсутствует такое понятие, такой термин, как автотуризм. Отсюда и отсутствие каких-либо дотаций для организации автомобильных кемпингов. И даже что-то похожее на зоны отдыха вдоль дорог очень сложно найти, да их вообще зачастую нет. Но, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И отчаянные автотуристы пытаются своими силами справляться со всеми невзгодами на маршруте своих путешествий. Вот и мы отправились в свое первое автопутешествие с домиком на колесах по России без особых иллюзий. И тем радостнее было наткнуться на вполне себе уютный, чистый и современный кемпинг, после того, как перешерстили почти все карты Яндекса и Гугл. А сделала я такое подробное и долгое вступление лишь для того, чтобы вы, мои дорогие зрители, получше осознали, как у нас в России обстоят с этим делам. Ну и теперь к главному. Наш маршрут проходит из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург. Именно здесь, на окраине северной столицы, была наша первая остановка на ночь. И если сказать, что нам повезло, это значит ничего не сказать. Нам просто сказочно повезло, что мы нашли в Питере этот кемпинг. А для тех, кто заинтересуется, я адрес оставлю в комментариях. Кемпинг представляет собой большой дачный участок, огороженный по периметру. Контроль доступа на калитке и воротах. Да, и находится он в частном секторе. Мы, петляя между участками, даже не сразу его нашли. Хотя это для дачи размеры внушительные. А вот если территорию рассматривать как стоянку для автодомов и кемперов, то на первый взгляд кажется тесновато. Разместить 15 машин, как заявлено на сайте, наверное, возможно, если это не очень большие машины и если поставить их в притирочку. Но нам и в этом случае повезло. Из-за отсутствия наплыва автопутешественников места было предостаточно. На территории есть возможность подключиться к воде и электричеству. А еще, что очень важно, атмосфера здесь уютная, домашняя и доброжелательная. И все это сочетается с комфортом и чистотой, что, согласитесь, у нас сейчас не так часто встречается. В дополнение ко всему сказанному нельзя не заметить, что к благоустройству организаторы подошли с душой и креативно. Создали не просто стоянку, а место, где можно с комфортом и эстетически приятно провести время. Скульптуры, цветы, качели. Это так мило! По желанию здесь также можно снять отдельный номер. Дальше. Свежепостроенные удобства. Туалеты, душевые, кухня. Современно, чисто, есть все, что нужно для хранения продуктов и приготовления пищи. Всегда с опаской захожу в общественные туалеты. Но в этом случае я приятно удивлена чистотой и продуманностью этого места. А также юмор владельцев. А здесь, как и в лучших европейских кемпингах, зона для стирки. Можно постирать и высушить одежду. Стиральный порошок и даже кондиционер к вашим услугам. Нечем высушить волосы. Можно воспользоваться феном. И даже аптечка с необходимыми лекарствами есть. Такого, если честно, я даже в Европе не встречала. Дизайн сделан со вкусом. И чувствуется, что владельцы старались. Продумывали каждую мелочь, чтобы гостям было удобно и приятно здесь находиться. Продолжение следует... А это душ. Опять же, все чисто. Для удобства зоны разделены. А сантехника, как и везде, здесь вполне достойная. Чувствуешь себя цивилизованным человеком, где хорошо понимают твои потребности. Ну, наверное, и все. Хотя нет, забыла про цену сказать. Для нас с караванером высокий сезон сутки обошлись. В 1700 рублей без доплат за что-либо. Уже позже прочитала, что этот кемпинг в 2021 году занял четвертое место в ежегодной премии на лучшие кемпинги России. Ну, очень хочется, чтобы у нас в стране появилось как можно больше конкурентов. А пока хочу поблагодарить организаторов и владельцев этого места за их дружелюбные отношения и современный взгляд на мир. Ну, а мы двинулись дальше, в сторону Карелии. А о том, какие нас ждут сюрпризы на маршруте и повезет ли нам еще с кемпингами, я буду рассказывать в следующих выпусках. Ну, а пока, пока!